Honor 9X, глобальный, на Kirin 710F. Хорош или нет? Давайте разбираться. Я провел с ним несколько дней, и все эти дни меня не покидала мысль о том, что китайская версия смартфона лучше. Причем не только в процессоре, который 7-нанометровый, с меньшим энергопотреблением и более высокой производительностью, а и в материалах корпуса, которые в этом ценовом сегменте уже могут быть лучше. И версия Bluetooth 4.2 вместо 5. Ну да ладно, в этом видео я хочу абстрагироваться от того, что происходит в Китае, потому что мы находимся в Украине, и у нас Honor 9X выглядит вот так вот, с тремя камерами, без NFC. Ну, как-то так. Поехали. Как я уже говорил, корпус пластиковый, корпус большой. И это связано с большой диагональю в 6,59 дюйма. Это больше, чем у моего iPhone 11 Pro Max, и почти такой же, как у Note 10 Plus. То есть это огромное устройство, которое, как я понимаю, создано не с упором на производительность, а сделано с упором на контент, на потребление контента. И это Full View Display, тут нет никаких выступов для камер или датчиков. Экран максимально круто выглядит, без лишних вырезов. У меня смартфон синего цвета, он, естественно, очень красиво переливается на свету, и легко проглядывается буква X, которая идет на весь корпус. Это может понравиться, может не понравиться. Ну, в любом случае, это оригинально. И, честно говоря, в большинстве случаев на это просто не обращаешь внимания. Управляющие элементы все на логичных местах. Снизу Type-C, даже разъем 3,5. На верхней части находится выезжающая поп-ап камера. Работает она медленнее, чем другие камеры такого форм-фактора, и, видимо, именно поэтому тут нет разблокировки лицом. По крайней мере, в этом смартфоне, который находится у меня сейчас в руках, в настройках действительно нельзя включить разблокировку лицом. Ну, возможно, оно и к лучшему. Ведь, когда камера у вас выезжает полторы секунды, это достаточно долго. И каждый раз ждать, пока она поднимется для того, чтобы сосканировать ваше лицо, ну, это просто геморройно. А учитывая то, что тут есть сканер отпечатков пальцев, которых просто по классике уже Huawei и Honor просто ультра-быстрый, то пользоваться вот этой выезжающей камерой просто не хочется. Причем, если ты делаешь селфи, то полторы секунды это немного. Ну, вы поймите меня тоже правильно, она не настолько медленно выезжает. Просто поднимаете вы смартфон намного чаще, чем делаете селфи. Я надеюсь. К слову, Honor обещает то, что эта выезжающая камера суперпрочная и выдерживает давление до 15 килограмм и способна выдвигаться около 100 тысяч раз. Проверено Honor опытным путем. Надеюсь. Матрица LTPS, так что под этим роликом вы не увидите в комментариях крики о шиме и уставших глазах. Это хорошая матрица с возможностью настройки цветовых профилей, как я люблю. Что касается яркости, она очень хороша и она действительно с запасом. На самом деле, я так думаю, что в этом ценовом сегменте это лучшее устройство для тех людей, которые много потребляют контент. Смотрят фильмы, сериалы или читают книги или сайты какие-то. Потому что дисплей, он огромный. Дисплей, он IPS. У вас не будут уставать глаза. Разрешение более чем достаточное. То есть, очень комфортно читать даже мелкий текст. И, вы знаете, конкурентов что-то я не припомню. И хоть это слово уже не так распространено, как пару лет назад, я считаю, что это фаблет. Большое громоздкое устройство, но удобное во многих сценариях использование. Производительность тут среднего уровня. И когда я говорю об этом, я имею в виду относительно всего рынка смартфонов. Работает он на Kirin 710F. И не так, как китайская версия на 810 более свежем процессоре. Ну, чтобы вы понимали, 710F это приблизительно Snapdragon 660. То есть, он справляется без проблем со всеми повседневными задачами. Ну, вот, а с играми, конечно, ему тяжеловато. И сразу предупреждаю, потому что в комментариях вы любите об этом спросить. Был включен режим производительности во время тестирования игр. Я не забыл. PUBG запустился на высоких настройках. У него есть оптимизация под процессорик Kirin. И при отключенных сглаживаниях вполне нормально справлялся. С небольшими, но вполне играбельными FPS за полчаса игры он нагрелся до 37,9 градусов. То есть, вообще не сильно. Call of Duty не давал поставить что-то выше низких настроек. И все ползунки дополнительных настроек были отключены вообще. Но с вот такими настройками он показал примерно такой же результат, как и в PUBG. Играть можно. Не супер комфортно, плавно, но можно. Нагрев при этом 37 градусов за полчаса игры. На самом деле, если говорить про, так сказать, железную часть смартфона, то процессор это не самое грустное в Honor 9X. Он действительно неплох для своих задач. А вот отсутствие NFC, это печально. Потому что то, в каких количествах сейчас все пользуются Google Pay, все-таки хотелось бы за эти деньги получить возможность пользоваться бесконтактными платежами. При этом есть версия Honor 9X, которая не продается в Украине. И она с двумя камерами. Там нет ширика, но там есть NFC. Но ее у нас нет. Что касается звука. Тут динамик 1, он на привычном месте. Громкий, но плоский. Больше и добавить, честно говоря, нечего. Так играют большинство смартфонов в этой ценовой категории. Тут нет каких-то крутых мультимедийных решений. Камер, как я уже говорил, 3. Основная на 48, 2-мегапиксельная для глубины и ширик на 8 мегапикселей. Примеры фото сейчас перед вами. И в описании будет ссылка на оригиналы. Я вам так скажу. Днем результат достаточно ожидаемый для этой цены. Неплохая детализация. Динамический диапазон при режиме HDR достаточно широкий. Да и ширик, в принципе, неплохо снимает. Правда, мне он больше напомнил фишай, чем широкоугольный объектив. Меня больше удивила съемка при плохом освещении. Вот она очень хороша. Много деталей. Тоже динамический диапазон неплохой. В общем, точно может. Да и ночной режим есть. Правда, вот он работает уже средне. Что касается видео, то это 1080 максимум. 4К тут нет, ровно как и стабилизации. Так что тут слабовато. Одной из сильных сторон смартфона, помимо дисплея, стала батарея. Она тут на 4000 мАч. Однако из-за использования 12-нанометрового процессора, в итоге получаем все тот же стабильный день работы. Зарядка не быстрая, около 2,5 часов до 100%. Honor 9X с глобальной версией отличный фаблет. Если вы много смотрите видео, сериалов, читаете книги, сайты какие-то, вот прям хорошо. Дисплей тут действительно зачетный. Производительность достаточная, если не играть. Оптимизация EMUI весьма неплохая. И есть за что сказать спасибо разработчикам. А вот отсутствие NFC, лично я не знаю, можно ли простить. Ну а если вы не пользуетесь бесконтактными платежами, и в большинстве случаев вам смартфон для потребления контента, то Honor 9X отличный вариант. Ссылка на него будет в описании. Пишите в комментариях, что думаете о нем. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ссылочка сейчас находится перед вами. Посмотрите еще одно интересное видео, которое на экране. Ну и ссылка на Honor 9X есть сейчас тоже на экране. Поэтому, если заинтересовал, переходите, заказывайте. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока!